Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Обама Рабиохана Мы продолжаем высказывание Рабиохана И о том и том мудреце Вы можете открыть книжку Ну да Бражеская Только не верх ногами Ну тут есть одно Борох Вот оно Ну ладно, ладно Самые гнусные 5 боков Пасек верен Всего Борох Потому что есть такие Письма всего из этих гнусных 5 боков Борох Борох Окей, так вот Кто такой Рабиохан Мы уже знаем Рабиохан Понятно, что все знают Автор Зора И мы продолжаем высказывание Рабиохана Имени Рабиашим Бороха Ама Рабиохан И сказал Рабиохан Имени Рабиашим Бороха Можно раздражать Если это в словом переводе Можно раздражать и дразнить Правильно будет сказать Дразнить грешников в этом мире Дразнить В смысле укорять их тем, что они неправильно Не только укорять Просто дразнить То есть можно Доставать Да, доставать Это надо сначала быть в большинстве То это будет обсуждать То можно освободать по этому Дразнить грешников опасно Их всегда больше Потом ведь на себя самого надо смотреть Нельзя смотреть на себя как на праведника Я не совсем понимаю Окей Сейчас мы будем обсуждать Сразу этому приводятся доказательства из Торы Шинамар Озвей Тора И Аллу Рашшав Вшумрей Тора Идгарубам Те, которые ушли от Торы Будут восставлять грех А Вособлюдающие Торы Будут их доставать В чем взять? В магазине В дефицит В магазине В дефицит У нас сегодня В дефицит Больше Немало Нет, они просто послушают И все Чтобы не было Балсимка Какой-то очень геморро-брофесс Мы думаем Действительно Я так кажется Это может получиться Да Окей Дальше 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 Таня продолжается эта тема Учит наши мудрецы Намьяхи также Раби бусты На ту же тему Раби дуста Говорит Раби дуста От имени Рабина Матуна Можно Доставать Грешников В этом мире Шинаймар Как сказано Приводится та же самая цитата Приводится та же самая цитата Что Те Которые ушли от Торы Они будут воскреплять грех А те Которые страдают от Торы Могут их доставать Ваим 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 Лохшеха Адам Ломар И если кто-то тебе шепчет Другой человек И говорит следующую вещь Вага Активит Написано Альтисха Бемреим Ваальтик небе Осеевла Да Не Равняйся С делающими зло И Не завидуй С делающими Грех Да То есть Какая ситуация В данном случае Раби Дустай Атамир Аматон Говорит следующую вещь Да Написано так-то так-то Но вдруг тебе кто-нибудь шепнет на ушко Типа Что ты думаешь Что можно доставать грешников Можно над ними надругаться Их раздражать А ведь написано Что нельзя Равняться С Тем Кто делает грех И Нельзя завидовать Те Которые Нельзя равняться С теми Которые делают зло Нельзя завидовать тем Кто Делает грех Боэморло Скажи Ответь этому человеку Миша Либонок Фомеркен Тот у которого слабое сердце Так говорит Тот у которого Сердце в пятки уходит Типа Тот такое Тот такое Говорит Элэно Альтис хабэм рим Что значит Альтис хабэм рим Что значит Не равняйся с делающими зло Льотким рим Не старайся быть такими же как они То есть Предложения не говорится о том Что нельзя доставать грешников Нельзя над ними там Рассмеяться Или надругаться А имеется ввиду что ты Тисхар От слова тахарут От слова соревнования Ты не должен соревноваться Не пытайся сравниться с ними Сравниться с ними Баальти кэнэ боусэ овла А то что Говорится Не завидуй тем Которые делают Делающим грех Льот кеусэ овла Постараться быть такими Как те Которые делают грех То есть Когда мы завидуем человеку Что значит Мы завидуем человеку Да никто не завидует О все завидуют Вы думаете Что это такое А мы не завидуем А Бора правильно сказал Завидуй тому Что есть у кого то А у тебя нету Соответственно Когда ты говоришь Ты завидуешь Ты хочешь то что есть у другого А в данном случае Ты хочешь такое Ну Ты хочешь такое же То что Ну 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 Не надо Не надо Ну Ладно Не это обсуждается Что у них есть Не завидуйте Все Проехали Дальше Дальше Можно у них есть что то такое Чего нам хочется Мы весь пакет Не можем Нам хочется Мы знаем Что нам это Дальше Вааликане Липха Бехатаим Ки им Вааликане Липха Бехатаим Ки им Бейрат Ашем Колайом Да И как подведение Итог Это приводится цитата Из Мишлей Книги царя Соломона Которая звучит так Что не завидуй в сердце своем В грехам им Только Будь в боязни Всевышнего целый день Да То есть что имеется ввиду Вот они там Шабос не соблюдают И колбасится Каждую Каждую Так получается Что ты делаешь Ты завидуешь его греху Да Это то что То что говорит нам царь Соломон Что не завидует Его греху А бойся Бога Тебе повезет тоже Тебе тоже будешь колбаситься Это как в субботу И по твоей улице Пройдет инкассатор Как говорится Дальше 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 Знаешь как в середине 90х Убивали инкассаторов Одесс В последнее Дальше Получается Из того Итого Которого 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 Подводит гемора Конфер Пуфобор Грешникам не нужно вообще на них обращать внимание. Типа, они не грешают, не нужно с ними воевать, не нужно с ними бороться и так далее. Я говорю, можно сказать, как так? Разве такое у нас отношение должно быть к грешникам? Или к греху? Да, мы арабицках, им раита, расшаши, ашамисахэкетло, альтитгарепо. Но еще имеется в виду, что если ты видишь грешника, которому улыбается и дача, его лучше не трогать. Что-то за счет ей. Не то, что значит, удача в этом мире, это не обязательно его заслуга или его не заслуга. Написано, что это какое-то испытание. Что по пути грешника в этом мире, они это самое. Опять же, правильно было сказать, мы здесь не обсуждаем, в чем проблема, в чем не проблема. Что лучше, если ты видишь, что грешник удачный, то лучше, ему улыбается удача, то ему лучше не, с ним лучше не, его не доставать, так сказать. А то есть, его не надо доставать? Нет. Мы не собираемся. Подожди, мы обсуждаем этот вопрос. Шенема, как сказано, что будет происходить его пути в любой момент. То есть, он будет добиваться успеха в любой момент. Более того, что такой грешник, он может выиграть в суде про тебя, даже на небесах. Шенема, как сказано, на небесах суд про тебя. Что имеется в виду? Почему Мой и Шеробейну не дали бы идти в землю Израиля? Потому что всего лишь он ударил по скале. Что имеется в виду? Что с него большой спрос. А что за то, что он не сказал, а ударил, его уже... Это наказание. Соответственно, соответственно. Здравствует советский суд. Тягаться с грешниками в этом мире очень сложно. Почему? Потому что наша задача в этом мире выполнять тору и заповеди, делать этот мир лучше. Но любой человек, который выполняет тору и заповеди, с него больше спрос. Соответственно, в тот момент, что ты находишься в этом мире, твой суд, он пропорциональен твоему... Это то, что я тебе говорю все время, что с писатых другой спрос. Нет, нет, это не отсюда. У там, не здесь. А здесь тем более? Нет, здесь нет. Там с писатых с нас с тобой имеется в виду. Я не писатый. Аглеси. Соответственно, что происходит? Что происходит? Посмотрите, как Геморр красиво это говорит. Он говорит, что... Да, грешник у него там наказание и так далее. Два ведра. Но в этом мире, если он не знает ничего, и он грешит, или даже преднамеренно грешит, то у него определенный общий суд над ним. Теперь у нас с вами, за то, что мы грешим в чем-то, то у нас конкретный суд. Соответственно, никто не сказал, что если мы с ним будем как-то противостоять, и все в руках Всевышнего, то, соответственно, если у нас есть противостояние с грешником, то это решается наверху в суде, кто выиграет в этом противостоянии. То есть, никто не говорит, что если мы делаем там 30 заповедей, а 583 мы не выполняем, то это не значит, что у нас больше заслуг, чем у этого грешника, и поэтому выиграем в этом суде. Нет, нас будут судить за те заповеди, которые мы не выполняем, а не за те, которые мы да, выполняем. И поэтому даже в суде против полного грешника мы тоже можем проиграть. Потому что у него на нет рассудания. С него меньше спроса. Но не здесь, там. Нас судят relative to each other, или каждого типа... Еще раз. Нет, нас судят relative to yourself. Типа твоему потенциалу? Когда нет. Судят не по потенциалу. Ты сам себя судишь по потенциалу. Тебя судят, потому что сделал. У тебя какой-то бизнес с грешником. Да, у меня был бизнес с грешником. Окей. Так, теперь тебе у тебя с ним какое-то противостояние. Кто прав, кто виноват. Естественно, это все решается на небесах. У тебя гемора здесь говоришь, Я тебе дам эти 500 долларов лично, только успокойся. Чего? Нет. А мне? А если 600 тысяч? Так, теперь. Что здесь говорится? Что даже когда... Имеется в виду, что нельзя доставать грешников в этом мире, потому что грешникам может улыбнуться удача. Он говорит, что даже когда ты с ним суешься, даже в высшем суде, ты тоже можешь проиграть в этом мире. Почему? Потому что суд идет о том, что происходит в этом мире. Судят нас наверху так, как сейчас в этом мире. В этом мире каждого судят пропорционально. Что имеется в виду? Не пропорционально тебя к нему, а пропорционально тебя к себе. Соответственно, это не то, что Васю Пупкину и Федю Сидорову судят, кто из них тяжелее, кто из них. Нет. Судят Васю Пупкина, насколько он реализует свой потенциал. И судят Федю Сидорова, насколько он реализует свой потенциал. Вполне может быть, что твой потенциал, очевидно, если ты даже что-то поможешь какие-то западе, то твой потенциал большой, и ты не выполняешь настолько, насколько нужно. Поэтому ты проигрываешь в суде против самого себя. Может быть, твой проигрыш в суде против самого себя больше, чем проигрыш этого грешника против самого себя. Ну а из-за этого не следует, что не особо надо углубляться, чтобы у тебя потенциал был такой, что тебя могут... Из-за этого следует, что не особо нужно углубляться в то, сколько у кого каких заслали. Это в первую очередь следует. Ну согласен, но если все-таки более практически подойти к вопросу, получается, что ты тем, что ты... Вне знания и силы, да? Чем больше ты стремишься к исполнению заповедей, тем больше ты себя подвергаешь опасности, что тебя могут за какие-то... Да, но конечный итог этого суда это не то, как тебя судят в этом мире. А, то есть, а там будут судить... А, ну хорошо. Тогда все... Нет, а тут как бы... Нет, я просто твои слова... Я поэтому сам сказал, идет суд наверху о том, что в этом мире. Окей, дальше, понятно? Они судят, потому что все же еще в этом мире, и поиск, кто-то не пришел. И дальше продолжается... Более того, ты можешь увидеть свои собственные... Если ты будешь, так сказать, противостоять другому гречу, ты сам на себя накликаешь беду, так сказать. Увешь свои собственные страдания. Что все его страдания он выдует на них. Да? То есть, типа... Скажем так... В этом мире не может существовать довода, что так как я более религиозный, поэтому я прав. А почему вообще этим нужно судить? Я в этом шапе не знаю. Это неправда. Вне зависимости от того, сколько и кто судил. Но, а проблема в чем? Присудили, думать, все, кто... Поэтому... Проблема в чем? Потому что, когда ты противостоишь другому человеку, ты сам себе можешь сказать, ведь я делал шапы с то-то и то-то, а он такой грешник. Почему? Даже если по закону творится. Даже если идет... По закону горы, да. Я думал, он серьезный. Хорошо. Да? Чики, ты дадишь. Это ло каще. Да? И тут как раз Гемора задает вопрос, как же такое может быть, что мы, получается, защищаем полностью, выгораживаем грешников. Типа, что вы, царики, сидите и подчиняете свой примус, а грешники, пусть здесь колбасятся. Нет, ло каще. Это не проблематично, отвечает Гемора. Га, бемиле дидей, га, бемиле дешмай. Одно в вопросах этого мира, другое в вопросах духовных. Да, что в вопросах этого мира, да, грешники могут побеждать. Но в вопросах духовных, конечно, в глобальном, с харвомом, в глобальном заслугах и наказании, то это совершенно правильно. Ваиба и тейма, га, бемиле дешмай. А если, говорится, идет то и то, идет спор о вопросах духовных, да, что и первая часть этого кейса, который мы обсуждали, который говорит о том, что нужно там доставать грешников и так далее. И вторая часть, которая говорит, что грешников лучше не трогать. Оба идет речь о духовных вопросах, ведь все-таки это слова то. Локаш говорит, что это тоже не сложно. Первая часть, вторая часть говорится о грешнике, у которого улыбнулась удача в данный момент, а первая часть говорится о грешнике, у которого не улыбается удача. То есть в первом случае мы говорим, что нужно там доставать грешников и с ними бороться. Но если улыбнется удача, то их лучше не трогать, потому что сам себя еще накличить беду. Окей? Такое объяснение дается. Говорится, что может быть даже не так. В ибай теме можно сказать вэга, вэга, бараша шажами сахэкетло. Можно даже сказать, что и первая, и вторая часть, и там, где нужно доставать грешника при импротивствии, и там, где нужно не противостоять им, говорится о том ситуации, когда грешникам улыбается удача. Говорит, локаши, все равно не проблематично. Габа цадик гаму, ваба цадик шейна гаму. Одна идет речь о полном правильнике, а не о полном правильнике. Первая ситуация, когда нужно доставать грешникам и противостоять с ними бороться, говорится, это рекомендация, так сказать, полному правильнику. А вторая, это рекомендация не полному правильнику. Значит, если это не полный правильник, не нужно добить авторитетом, так сказать. Понятно? А поскольку никто не знает, что он полный правильник. Зацените тихо себе. А от того, göra савторитетом полного правильника? Пускай же, что не полный. Да. Как сказала Равуна, что значит, что написано? Так, мне нет сил приводить эти цитаты из Танаха. Откуда это у нас? Ладно, попробуем перевести. Да, как сказала Равуна, зачем ты будешь смотреть на предателей твоих и будешь закрывать уши свои, когда грешник поглощает праведника? Окей? По-моему, это... Это еще лучше. Из Хавакука. Ну, типа он пересиливает праведника в этом мире. Это высказывание Хавакука. Как можно сказать, что грешник может поглотить праведника? Он может пересилить праведника? В акте ведь написано, что Всевышний никогда не отпустит руку его, руку праведника. Что никогда перед праведником не будет стоять никакой грех. То есть, что имеется в виду, что не будет такой возможности, что будет какой-то суд между праведником и грешником, и где-то там на небесах к праведнику будет более предвзятое это самое, и предвзятое отношение, и поэтому он проиграет грешнику. Наверное, написано, что перед праведником никакой грех ему не будет запят. То есть, он никак не может проговорить. Эйлэй, говорится, цадик мименабулэ. Понятно, что праведник побеждает грешника. Цадик гамур эйнабулэ. А, цадик мименабулэ. Просто праведник. Грешник его побеждает. А цадик гамур полный праведник. Никогда его никто не может победить. И можно даже сказать, что даже тогда, когда грешнику улыбаются удача. Какой вывод из этого? Каждый должен заниматься всем. Абсолютно. Никого не нужно судить. И ни с кем не нужно это самое. Мне ни в кого не надо кидать камни. Сто процентов. Кроме как те, которые с шаббас ездят на машину. Шутка. Шутка, шутка. Доконники вот там, где мы стоим. Дальше. Открыть его. Новая судьба. Боамара Биохана. Продолжаем высказывание Рабиохана от имени Рабишима Банюхая. Боамара Биохана от имени Рабишима Банюхая. Сказали Рабиохана от имени Рабишима Банюхая. Коль хаковеа маком литфилато, вахну флим тахтав. Каждый человек, кто устанавливает место для своей молитвы, все враги его падают к ногам его. Нравится. Устанавливает место для своей молитвы. То есть, определенное время каждый день. Да. Другими словами, молится с меня. То есть, если у него есть... Молится с меня. Там просто дальше будет понятно из гемора, что идет речь именно о постоянной молитве с меня. Шенема, как сказано. И установил место народу своему Израилю. и укоренил его там, и поселился под ним, и не будут больше его раздражать, доставать, и не будут больше грешники, сыны грешников, его домогаться, как это было раньше. Домогаться чего? Домогаться еврейского народа. Да. То есть, если молиться постоянно в меняне в одно и то же время, в одном и то же месте, даже не обязательно в месте, то все в шоколаде. Равударами спрашивает Абьюда. Ктив лаануто, выктив лахалуто, битхила лаануто, выбысов лахалуто. Что значит написано лаануто и лахалуто? Что значит его домогаться и уничтожать? Если они его уничтожают, то, соответственно, они его домогаются. А если не домогаются, то, естественно, они хотят его уничтожить. Имеется в виду, что Гойк, если мы неправильно себя ведем, то антисемит изначально нас домогается, просто нас, типа, премупреждает, а потом нас уничтожает. Понятно? Дальше. Это что-то, как бы, ответ на холокост? Я не даю ответу на холокост. Ну, я понимаю. Ответ на Иран. Я имею в виду, да, на... Каждый сам за себя дает ответ на холокост. Вама, Раби Йоханан, Мишум, Рабишима, Бенюхай. Скажи, Раби Йоханан, ты меня, Рабишима, Бенюхай. Гдула, Шимуша, Шальтура, Ютэрму, Лимуда. Велика прислуга Торе, чем само ее изучение. Прямо с вами, важнее обеспечение возможности изучения Торы, чем даже само изучение Торы. И это тоже, как сказано, как сказано, по Ильша бен Шафата, шаль яцак майм аль еде Ильяу. Здесь с нами Ильша сын Шафата, который лил воду на руки Ильяу. Да, то есть восхваляется Ильша бен Шафат за то, что он прислуживал, так сказать, пророку Ильяу. Хотя пророк Ильяу с собой символизирует естественное изучение Торы, а Ильша просто его прислугал. Ламадло, написано учил, а написано яцак. Яцак это не просто наливал воду, яцак яцака это выливать что-то из камбуса, выливать именно что-то из железа и так далее, то есть что-то салит. Из-за этого мы учим, используя такого аппетита, мы учим, что обеспечивание возможности изучения Торы еще более важно, чем изучение Торы как таковое. Правда? Это можно логично понять. Почему они это не показывали, именно потому что они были аношим пшутином? Я имею ввиду, когда было это разделение в классе, почему они это не показывали, чтобы встретить эту грань? Слушай, в Геморре много вещей написано, которые в Шухонурке, как я говорил у тебя на ворте, написано, что нужно перед молитвой Гартелл одевать. Ну, Ильиша, видимо, не просто воду, он учился, потому что сразу же какой-то репелляр ушел, он встал на место. Значит, написано все. Вопрос по поводу... Возникает вопрос, который актуален для нас сейчас. Я знаю кучу людей, даже в моей семье, в моей американце, которые не просто откупаются каждый год. То есть они на куче всяких еврейских чаритис, там, хорошие деньги. Нам сейчас нужна группа таких, чтобы нас откупило. По этому поводу у меня был один... Он говорит, если стил раун, то есть там чек приходит раз там. И ничего плохого там нет, он дает деньги. Так что плохого там уже 20 лет. Блохо шли? Кто плохого? Там он все учтет. Просто секундочку, это разные вещи. Если бы это была, скажем так, организация серьезная, то они бы заботились о духовном состоянии того человека, который присылает чек. Окей? А в общем-то, в американском религиозном мире принято, что человек пришел, поехали дальше. Если он ряд анекдотов, он в общем-то... Не этот человек, а тот, кто получает этот чек. Я говорю, ну вот такой человек, который такие деньги посылает, значит, его скушит. Его скушит 100%. Другой вопрос, зачем он посылает эти деньги, чтобы там кто-то сидел и учил Тору, и это как-то эффектовало его тоже. Если это никак не у него не эффект, то это проблема тех людей, которые получают этот чек. Но сказать, что раз он там, как мне один человек сказал, что там была какая-то умирающая хасидская синагога, и у них не было денег. Они говорят, почему вы не пойдете там, у вас столько русских, бизнесов вокруг, почему вы не будете... Он говорит, нет, мы не берем деньги у тех, кто не соблюдает Шарпост. Да, глупо все, нет. Да, так он спросил, то есть он слышал, когда-то мой спор с кем-то, он задал тот же вопрос, который я задал. То есть, как вы можете решать другого еврея, выполнить такую самую важную запад, как ЗОК. Потому что какая связь между тем, он соблюдает Шарпост или не соблюдает Шарпост? Как эта история с Массив, кто в Бруклин была, на Ocean Park, Реал. Знаете, что это стоит? Барбара Страйзен. А, это я слышал. Да? Кто здесь, кто здесь? Барбара Страйзен, ее отец или дедушка, кто-то был там, раввином в этой Шиве. И она хотела дать донейшн 6 миллионов долларов. Это что, к нам надо? Да, и что было написано, что там, билдинг в честь имя его, ее там, отца или дедушки, я не помню. Даже, по-моему, не было, не шла речь о том, что было написано, что Барбара Страйзен, а просто что имя ее дедушки. И Роша Шива отказался брать у нее донейшн, потому что она недостаточно кошерная. Что за жрак? И здесь были, это было года 4 назад, 5 лет назад, здесь сидели люди в синагоге, к счастью, они здесь больше не сидят, как-нибудь скромно мне об этом говорить. Да, которые на меня кричали, что как она, что правильно сделали, потому что как она заработала эти деньги. Что она, профессорка? Все, 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 все эти самые актрисы, они там из постели в постель бегают. Это, конечно, я пора делать. Ну, за деньги за деньги. Ну, это люди, даже, не, 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 гай, 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 это вообще ни одно к другому не имеет никакого отношения. Человек хочет дать сдоху, ты ему говоришь, мы не хотим, во-первых, во-первых, давайте, я согласен, она очень тяжело работала. Несомненно. То есть даже в постели она была. Нет, причем тут постели нет, быть на камере, это очень нереально тяжело. Мы с вами в Янке сидел, скажи, мы думаем, что они золотых ваннах купаются. Они пашут как, ну, не может, купаются, но за это они пашут. Поинт в том, что у человека, она не просила, чтобы ее камеморировать как-то. Поинт в том, что не дали возможность евреям выполнить заповедь, выполнить заповедь и увековечить имя другого еврея. Слушай, а если деньги получат от воровства или от чего-то, как-то? Здесь неправильно относится. То есть воровство это работа? Нет, нет, нет. Если она украла, деньги другие. Нет, нет, это другой вопрос. Деньги, которые приходят там некошерным путем, понятно, то есть... Это нельзя брать. Нет, по идее. По идее, но это тоже... Вы полностью согласны. Хорошо, для этого существует капайл. Если человек работает вор. Для этого нам нужна своя посредник. На нем отмывка идет. Как в Одессе делали или в Союзе? Потому что у него есть какой-то легитимный бизнес, неважно, сколько он там умеет. Что ты бесплатные инструкции сдаешь, выключи. Правильно, абсолютно. Через Габай прошло. Подожди, я говорил, что если евреи работают вором, это вор должен хорошо работать, но он должен давать свои 10 процентов. Окей, ладно. Нет, ну правильно ли? Закройте микрофон. Я не буду говорить, какой кошерный способ давать ворку такому человеку. Нет, воровать тоже надо уметь. Ого, конечно. Если евреи это делают, то должен быть профессионал. Нет, нет, нет. Да, он давал больше упаковок. Когда вытаскивает из Израиля. Видишь, метов и не стало, сколько... Израиль сдал его упаковок. Израиль сдал его упаковок. Израиль сдал его упаковок. Израиль сдал его упаковок. На что спросить, а кого он поставит на эти посты, и откуда взялись эти посты. Главное, что нужно управить со всех постов. Да. Есть кто-то подшил его написал? Это не подшил, это известный район. Подшил его упаковок. Ха-ха-ха. Это фашист. Окей, давайте дальше. Чуть-чуть. Амал и Рабицык сказал Рабицык, Ларавнахман. Сказал Рабицык, Ларавнахман. Майта Амалуати, Майл Бейкништал и Цлой. Он спрашивает, спросил Рабицык, Ларавнахман, Рабнахман. Почему ты не пришел молиться в синагогу? Актуальный вопрос, да? Амал и сказал Аллах, Ларавна, не смогла. Не смог. Не смог. Амал ответил ему. Он говорит, слушай, давай мы соберем 10 человек, пусть придут к тебе помолиться. Да? Издеватель? Да. Амал сказал, что это слишком напряг для общины. Он говорит, давай тогда так сделаем. Когда мы будем молиться, когда Шлех Цибр будет молиться, там, Амиду и так далее, или те места, которые нужно говорить все вместе. Да? Как Штаба, Хаши, Борх Шамар, Шма, Борху, Амиду, Кдушу и так далее. То, что все обязательно должны говорить вместе. Да? То мы будем посылать к тебе посланника, который будет тебе говорить. Сейчас, Борх Шамар дам, сейчас к Душу. Он тебе будет все время сообщать. Да? Зачем все это? Да? Раби Йохан, Мишу, Раби Шима, Бен Йохай. Сказал, Раби Йохан, Атамин, Раби Шима, Бен Йохай. Да? То есть он спрашивает, кто это? Кто это? Рамнахан спрашивает Рабицкого. Он говорит, зачем тебе этот ажиотаж? Что такое он говорит? Сказал, Раби Йохан, Атамин, Раби Шима, Борху, Хай, Май, Дахти. Что значит написано? И я буду молиться тебе, Всевышний, в момент твоего желания. Когда это момент желания Всевышнего? В тот момент, когда есть общинная молитва. Это мы учим из другого момента, из другого цитаты, что так сказал Всевышний, в желаемый момент отвечу я тебе. Раби Ахаб, Раби Ханин, Амар Маха. Раби Ахаб, Раби Ханин говорит, что это из другого места учим. Ген Келькабир вело имес. Что он знатный бог и никогда он не пренебрегнет тобой. что-то такое. Вахтиев, и также написано, Подабишелом навсей, Викарби лейки, Бороби мою мади. Да, и также сказано, что, Борх, переведи нам эту фразу. Переведи. Спас мою душу в мире. Да, спас душу мою в мире и приблизила ее к себе, так как среди многих находился я. Таня учил нашему рецинамях и так же можно... То есть все это приводится к цитаты для того, чтобы объяснить, что когда есть общинная молитва, в этот момент, это момент, когда Всевышний слышит наше. Ну, то есть можно обращаться к Ньюиспро. Поэтому я сейчас, когда наши любимые бармицевники или кто-нибудь приходит, и когда их принимают здесь у нас с любовью, я всегда говорю, что вот сейчас мы молимся о Миду. Это your personal chat to God. То есть это действительно тот момент, когда все открыто. Потому что это как раз и есть общинная молитва. Да. А что ты понимаешь, я женюсь. Последний человек, который может иметь право тут читать и приводить к тому, что он наше, это не я. Почему? Хосн. Потому что он же хатан. Дальше. Да, так же учится Ахим. Таким образом. Говорит Робинатан. Как мы знаем, что Всевышний никогда не приобретет молитвой большинства. То есть когда общинная молитва. Как сказано. Ген Эль Келкабир Вело Имэз. Да. Что вот Всевышний Благороден и к ним и никогда ими не приобретет. В Ахтифе также написано. Под обшимом на Шиме Каравли. То есть также приводится та же самая цитата в доказательство этого. Что я скупил душу мою. Когда я стоял среди многих. То есть должна быть общинная молитва. что сидим многим. Амар Кадошбруху. Коль аусек бетурау. Мил хасадим. Митпален. Има Цибур. Малень. Аллах. Киилу падани. Ли у ливанай. Мебень. У мото улам. Да. Как сказал Всевышний. Каждый кто занимается торой. И делает добрые дела. И молится с Миньяном. К нему мы. К нему я отношусь. Как будто бы. Он искупил меня. И выкупил для меня. Меня. Для себя и моих детей. Да. И спас так сказать. Весь еврейский народ. От. Всех остальных народов. Поэтому давайте поможем всем мне. Молодично.